Девушки отдыхают 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 в Фраге, кто приехал сюда и познакомится с 14-й столицы. Именно они должны выйти в финал из этой пары участников. Ну, посмотрим еще. Игра продолжается. Под удар ходом. И это Крышиш. Минутная расслабленность стоила голо. Томаш Крышиш, вот посмотрите. Стали свободно развернуться и ударить. Чанов был закрыт. И своими защитниками, и нападающими. Еще раз повторяем. Тем более, что этот мяч проскочил у Андрея Балева. Ну что ж, 1-1. Биланов и Крышиш. Сейчас вся Франция празднует 4 выходных дня. И множество жителей Леона в эти дни отправилось в различные поездки. В частности, в Гренобль. Там есть еще снег. Но испанские болельщики, я считаю, что даже если бы их было в 5 раз меньше, вполне заполнили бы таким невероятным шумом и темпераментом весь стадион. Стадион вмещает 50 тысяч, 18,5 тысяч сидячих мест. Ну и остальное места, на которых болельщики стоят. Важно в первые же минуты матча показать свою силу соперникам. Игорь Биланов. И еще один удар. Ну вот, то, чего мы с вами очень ждали. И ждали сами футболисты. Александр Заваров забивает мяч в ворота. Вы посмотрите, какой момент. Все в стиле киевского «Динамо». Вот передача. Тонко, продуманно. Возвращается чуть назад. И бьет Биланов. Белов, конечно, великолепный вратарь. Но Александр Заваров. Маленький Александр Заваров. Вы прыгаете за спину рослых защитников. И забивает мяч. Еще раз с этой точки посмотрите. Василий Рад. Игорь Биланов. Филов отбивает. И Александр Заваров. Все было великолепно. Врача, и он еще не вполне оправивших от травмы, вышел в этом матче. И получил травму. То есть она дала себя знать. Он ушел с поля. Вызаменил Андрея Баль. Который также хорошо провел все это игровое время на поле. Тоже вот так. Наконец преимущество Киевлян еще раз заказал Олег Блохин. О котором мы с вами только что говорили. Отлично сыграно. 2-0. 2-0 в финальном матче на кубах обладателей кубков европейских стран. И во второй раз в своей спортивной биографии киевские динамовцы близки к завоеванию этого почетнейшего трофея. В случае победы сегодня, а в ней уже трудно сомневаться, товарищи. Так вот, в случае победы, третий раз советский клуб, вы помните, в 87-м году еще вилейские динамовцы владели этим кубком. Третий раз советский клуб будет обладателем кубка. Блохин ладнокровно, на скорости. И, очевидно, не будет замены. И врач команды Виктор Берковский уже у кромки поля, уже готов оказать помощь. Но Олег Блохин, прихрамывая, продолжает участвовать в этом финальном матче. Сейчас раздастся финальный свисток. И мы можем поздравить прежде всего тренеров Валерия Лобановского, начальника команды Владимира Веремеева. Вот Евтушенко врывается в братарскую площадку, спокойно забивает третий мяч. Еще раз утверждая победу своего клуба, киевские динамовцы во второй раз в своей истории, в истории клуба «Динамо Киев» завоевывают кубок обладателей кубка в европейских странах. Великолепно сыграл, спокойно Вадим Евтушенко. И забивает третий мяч, повторив таким образом успех 1975 года. Вы помните, тогда Терен Свары был победен со счетом 3-0. И сегодня здесь, в Лионе, на стадионе Жерлан, также 3-0. Не помогла Атлетика поддержка.